А по какой причине? Не знаю. А пассажиры приходят, спрашивают? Приходят, спрашивают. А что отвечаете? Навигация не открыта. Как рассказали нам справочные речпорта, первые пассажиры пришли к 7.40, чтобы уехать в печище на Омике. Однако сегодня всех разворачивают обратно. Сюда не готовы к отправке. Навигация не открылась. Хотелось бы покататься на Омиках, съездить на ту сторону Волги, но, к сожалению, навигация пока не открыта. Ждем. Холодно. Дожди. Снег идет иногда. И мы уже, знаете, не ожидаем этого момента, что все привыкли, что уже тепло, хорошо. Вроде кораблики пошли. Кораблики начинают ходить в это время как раз. Как оказалось, на сайте речпорта была указана предварительная дата. Навигацию действительно планировали открыть пораньше. 28 апреля. Однако это не позволило сделать погода. У нас подвела немножко ледовая обстановка. То есть, в принципе, 5 дней назад еще весь пассажирский ковш был во льду. То есть, разломали лед, подвели суда, обеспечили их водой, промывку системы и прочее. То есть, нам очень мало времени досталось, нам исправились. Вот я, как говорил, вчера мы 27 апреля суда предъявили надзорным органам. По словам Эдуарда Хайрулина, сейчас теплоходы проверяют. Они выйдут в рейс по Волге, как только будут выданы разрешительные документы. Речники в эти дни не сидят на месте работы. Здесь идет полным ходом. Метеоры и омики доводят до полной готовности. Их чистят, убирают и проверяют двигатели, чтобы после того, как начнется навигация, не возникло никаких проблем. Навигацию планируют открыть 30 апреля. И на этот раз, как уверяют речники, ошибки быть не может. Эльвира Шарафиева, Агония Замудинова и Дмитрий Роженко, телеканал Эфир.